Добрый день, мои дорогие любители сада! Сегодня я с вами хочу поговорить не о собаках, это точно, это Бонни. Кто не знает, кто не знаком с Бонней, но хочу с вами поговорить о стрижках растений. Когда же нужно стричь, как нужно стричь правильно, и как правильно поступить сейчас постричь или постричь ваши растения позже, допустим, весной. У нас сейчас идут периодические заморозки, и многие закончили, уже отключили полив, то, что я говорю, не надо, не делайте, заморозки это минус один, это не заморозки, это так. Все живо, сад живой абсолютно. А самое главное, что мы со всей теплой денечки должны продолжать стричь наши растения. Обязательно продолжать. У кого заложена эта пиарная форма? Вот она. Видите? У кого заложена теплая денечки, вы должны стричь продолжать. Вы должны сделать так, чтобы в зиму ваши растения были подстрижены и были подготовлены к зиме. Мафия моя. Они будут хорошо держать снег, им будет комфортно. И весной, с началом периода вегетации, в эти путь веточки, которые вы отрезали, будет поступать сок, и там сразу начнутся просыпания малышей. Альтернатива ранее, ранее весна. Но весна бывает обычно и дождливая, и всякая. Сейчас, если есть у вас вот такая сухая погода, как у меня в этой клумбе, я дождалась, она вся высохнет. Сейчас я подстригу до конца эту туечку, да, и я быстренько-быстренько включу здесь полив. Полив не отключала. Дальше хочу сказать, что те, кто растения свои не стриг, туи не стриг, шаровидные, пусть это будут пирамидальные туи, то вы должны будете их на зиму обязательно связывать. Следующий момент. Почему? Потому что они снег... Мы не можем знать заранее, сколько у нас будет снега. Они могут не выдержать снег, поэтому нам это просто необходимо. Следующий очень важный момент по елям, по соснам. Кто мечтает заложить сосну в стиле Неваки? Режьте. Режьте, я даю добро. Режьте свои ели. Принцип, что сейчас мы будем делать, или будем весной ранее делать, до периода вегетации. Ели у кого большие, кто мечтает их преобразить и сделать красивую новогоднюю ель, вы можете резать сейчас. Весной, с приходом периода вегетации, сразу почки будут закладываться. Это я к тому, что если у вас сейчас есть свободное время, пользуйтесь им. Обязательно пользуйтесь. Не теряйте времени зря. Так, ну а я что еще хотела вам сегодня рассказать? Спиреи. А у кого спиреи? Сейчас покажу. Вот она, видите? Моя большая спиреи. Это Little Princess. Как вы знаете, у меня там еще Gold Flam есть в спиреи. Спиреи. Есть ли спиреи? Вот сейчас я пока спиреи не стригу. Я даю им еще побыть красивым, с красивым листвой. Вот когда листва сыпется, я спиреи все постригу. Можно аналог сделать весной. Но я делаю это осенью, чтобы осенью это была идеальная форма. Всю зиму у меня стояла в саду идеально ровная спирея. Понятно? И я хочу свою спирею еще посильнее укоротить. Те, кто мечтают постричь более коротко свои растения. Учтите, что вы можете, у кого большие барбарисы, огромные пузыреплодники, кто переживает за стрижку, когда же нужно правильно их стричь, вы можете дождаться либо поздней-поздней осени, когда сад уснет, но если тут будет сухо, да, либо до ранней весны, до периода вегетации, и сделать кардинальную стрижку. Вы ничего не теряете, вы можете это сделать легко. Ну, а я сейчас буду продолжать стричь свой сад. У меня уже половина подстрижена в зиме. Половина еще нуждается в стрижке. Спирея я буду стричь позже, когда вся красивая листва опадет, но я их подстригу в зиму обязательно. Барбарисы мы не стрижем с сентября. Я вас учила неоднократно. Пузыреплодники можно стричь, если там и пойдут молодые приросты. Им это не страшно. Хакуры не шики. Мы стрижки закончили. Молодые приросты могут обморозиться. О ком еще не сказала. Самый красивый барбарис, который вы у меня обожаете в саду, это сорт Мария. Он и оранжевый, и желтый, и красный. Он сейчас просто потрясающей красоты. Посмотрите мои эти видео там есть. Они просто радуют. Невозможно как. И еще хочу сказать, что не бойтесь сажать в сад раньше, когда не было пылесосов. Я все клумбы свои, которые из камня. Сейчас я вам поверну камеру. Вот видите, кто не знаком со мной, вот мои клумбы. Вон они одни, вторые, третьи. Все клумбы из камня я оттуда удалила. Всего-навсего. Просто взяла и убрала растения, которые лиственные. А сейчас, так как появились пылесосы, кто смотрит сторис, вы уже у меня все купили пылесосы, все молодцы. Вы знаете, я долго мониторила, выбираю. То, что на мне бейсболка штиль, это мне подарили. Ну, значит, пылесос штильевский, именно вот доходов, измельчитель, 71-я модель, 10-990, не реклама. Я просто знаю очень много людей, которые покупали всем пылесосы и потом говорили, какая ерунда, зачем я потратил деньги. Это не ерунда, камни не всасывают. И вот я теперь жалею, что в моих каменных клумбах не хватает именно барбарисок. Они были бы красивее и ярче. Все, я вас целую, люблю. С вами была ваша Ева. Если вам нравятся вот такие вот легкие прямые эфиры, я, конечно, не могу, у меня некому снимать, да? Я буду вот так вставать перед камерой и вам что-то рассказывать. Хорошо? Пишите в комментарии. Продолжаем в таком духе. Или продолжаем опять показывать камеры сад, и сама оставаться за кадром. Я вас целую, люблю. Ваша Ева. Хорошо, а у меня? И отличного настроения. Надеюсь, что вам я его сегодня очень хорошо добавила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!